Я читаю девятнадцатую главу из второй книги царств. А царь закрыл лицо свое и громко взывал, — Сын мой Ависсалом, Ависсалом, сын мой, сын мой. И пришел Иоав к царю в дом и сказал, — Ты в стыд привел сегодня всех слух твоих, спасших ныне жизнь твою, и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жен, и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих Тебя и ненавидишь любящих Тебя, ибо Ты показал сегодня, что ничто для Тебя, и вожди, и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Ависсалом остался жив, а мы все умерли, то Тебе было бы приятнее. Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих, ибо клянусь Господом, что если Ты не выйдешь в эту ночь, Если Ты не выйдешь, в эту ночь не останется у Тебя ни одного человека, и это будет для Тебя хуже всех бедствий, какие находили на Тебя от юности Твоей до ныне. И встал царь и сел у ворот, а всему народу возвестили, что царь сидит у ворот. И пришел весь народ пред лицо царя. Израильтяне же разбежались по своим шатрам. И весь народ во всех коленах Израилевых спорил и говорил, Царь избавил нас от руки врагов наших и освободил нас от рук филистимлян, а теперь сам бежал из земли сей от Ависсалома. Но Ависсалом, которого мы помазали в царя над нами, умер на войне. Почему же теперь вы медлите возвратить царя? И царь Давид послал сказать священникам Садоку и Авиафару. Скажите старейшинам Иудиным, зачем хотите вы быть последними, чтобы возвратить царя в дом его, тогда как слова всего Израиля дошли до царя в дом его? Вы, братья мои, кости мои и плоть моя, вы. Зачем хотите вы быть последними в возвращении царя в дом его? И о Мессае скажите, не кость ли моя и плоть моя ты? Пусть то и то сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если ты не будешь военачальником при мне, вместо Иоава навсегда. И склонил он сердце всех иудеев как одного человека. И послали они к царю сказать, возвратись ты и все слуги твои. И возвратился царь, и пришел к Иордану, а иудеи пришли в Голгал, чтобы встретить царя и перевести царя через Иордан. И поспешил в семей сын Геры вениаминтянин из Бахурима, и пошел с иудеями навстречу царю Давиду. И тысяча человек из вениаминтян с ним, и Сива, слуга дома Саулова, с пятнадцатью сыновьями своими и двадцатью рабами своими, и перешли они Иордан пред лицом царя. Когда переправили судно, чтобы перевести дом царя и послужить ему, тогда семей сын Геры пал перед царем, как только он перешел Иордан, и сказал царю, «Не поставь мне, господин мой, в преступление, и не помяни того, чем согрешил раб твой в тот день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима, и не держи того царь на сердце своем, ибо знает раб твой, что я согрешил. И вот ныне я пришел первый из всего дома Иосифова, чтобы выйти навстречу господину моему царю». И отвечал Овеса, сын Соруины, сказал, «Неужели семей не умрет за то, что злословил помазанника господня?» И сказал Давид, «Что мне и вам, сыны Соруины, что вы делаетесь ныне мне наветниками? Ныне ли умершлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над Израилем?» И сказал царь семею, «Ты не умрешь». И поклялся ему царь. И Мемфи Васфей, сын Иоаннафана, сына Саулова, вышел навстречу царю. Он не омывал ног своих, не заботился о бороде своей и не мыл одежд своих с того дня, как вышел царь до дня, когда он возвратился с миром. Когда он вышел из Иерусалима навстречу царю, царь сказал ему, «Почему ты, Мемфи Васфей, не пошел со мною?» Тот отвечал, «Господин мой царь, слуга мой обманул меня, ибо я, раб твой, говорил, оседлаю себе осла, и сяду на нем, и поеду с царем, так как раб твой хром, а он оклеветал раба твоего перед господином моим царем. Но, господин мой царь, как ангел Божий, делай, что тебе угодно. Хотя весь дом отца моего был повинен смерти пред господином моим царем, но ты посадил раба твоего между едущими за столом твоим. Какое же имею я право жаловаться еще пред царем?» И сказал ему царь, «К чему ты говоришь все это? Я сказал, чтобы ты и Сива разделили между собой поля». Но Мемфи Васфей отвечал царю, «Пусть он возьмет даже все, после того, как господин мой царь с миром возвратился в дом свой». И Верзелий, галаодитянин, пришел из Роглима и перешел с царем Иордан, чтобы проводить его за Иордан. Верзелий же был очень стар, лет восьмидесяти. Он продовольствовал царя в пребывании его в Маханаиме, потому что был человек богатый. И сказал царь Верзелию, «Иди со мною, и я буду продовольствовать тебя в Иерусалиме». Но Верзелий отвечал царю, «Долго ли мне осталось жить, чтобы идти с царем в Иерусалим? Мне теперь восемьдесят лет. Различу ли хорошее от худого? Узнает ли раб твой вкус в том, что буду есть и в том, что буду пить? И буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц? Зачем же рабу твоему быть в тягость господину моему царю? Еще немного пройдет раб твой с царем за Иордан. За что же царю награждать меня такой милостью? Позволь рабу твоему возвратиться, чтобы умереть в своем городе, около гроба отца моего и матери моей. Но вот раб твой, сын мой Кимгам, пусть пойдет с господином моим царем и поступи с ним, как тебе угодно. И сказал царь, пусть идет со мной Кимгам, и я сделаю для него, что тебе угодно, и все, чего бы ни пожелал ты от меня, я сделаю для тебя. И перешел весь народ Иордан, и царь также, и поцеловал царь Верзелья, и благословил его, и он возвратился в место свое. И отправился царь в Голгал, отправился с ним и к Кимгам, и весь народ иудейский провожал царя, и половина народа израильского. И вот все израильтяне пришли к царю и сказали царю, зачем братья наши, мужи Иудины, похитили тебя и проводили дом царя и дом его и всех людей Давида с ним через Иордан? И отвечали все мужи Иудины израильтянам, за тем, что царь ближний нам, и за чего сердиться вам на это? Разве мы что-нибудь съели у царя или получили от него подарки? И отвечали израильтяне мужем Иудинам и сказали, мы десять частей у царя, так же и у Давида мы более, нежели вы, зачем же вы унизили нас? Не нам ли принадлежало первое слово о том, чтобы возвратить нашего царя? Но слово мужей Иудиных было сильнее, нежели слово израильтян.